Вот, говорит, оторветесь, повеселитесь, наверное, набухаетесь. Всем привет, мои хорошие! С вами Акеймили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Итак, у нас сегодня хот-доги. Вот так вот они выглядят, они вот так вот заполнены. И в каждой из них, вернее, здесь 2 сосиски, здесь 1,5. И очень-очень большой хлеб. Я не хотела брать такой большой, потому что боялась, что не смогу съесть. Но потом меньше я не нашла, и пришлось брать это. Но смогу съесть, не смогу. Самое главное, посидим, поболтаем с вами. Давайте начнем с этой стороны. Салфеточки идите ко мне. Я сегодня ночевала не дома. Поэтому уже плотно завтракала. Мы уже где-то 2 недели планировали с моей подругой Шелле, что я останусь у нее с ночевкой, чем-нибудь интересным займемся и так далее. И мама знала, что мы где-то 2 недели это планируем. И вот как раз-таки вчера я у нее и осталась. Перед тем, как я уходила из дома, мама мне такая говорит, вот, говорит, оторветесь, повеселитесь, наверное, набухаетесь. Я так смотрю на маму. Я говорю, мам, ты меня переоцениваешь. Мы отдохнули просто как пенсионеры. Что мы делали? Пришли, покушали, как бабки посплетничали, погрызли семечки. Потом ровно в 12 поставили фильм на ноутбуке. И просто смотря фильм заснули. Вот и весь наш вечер. Вот такая вот начинка. Очень вкусно. Просто много хлеба. Эти хот-доги готовила сама я. Сначала я хотела купить, полазила в интернете, посмотрела на цены. Вы знаете, вот эти мукбанки очень сильно бьют по карману. Я подумала, почему я сама не могу приготовить хот-дог. Что здесь сложного? Пришла сегодня домой где-то, наверное, в 2. Буквально за 10 минут приготовила картошечку. Приготовила 2 хот-дога. И готово. Почему нет? Очень вкусно, реально. Прям обалденно. Здесь свежий огурчик, помидорка, сырный соус, который я обожаю. Уже прорекламила его 100 раз. И очень вкусная сосиска. А точнее, 2 сосиска. До этого с Шелли ходили по магазинам. Купила себе несколько кофт. Я хочу снять вам влог, как раз показать покупки. Я просто буду еще разбирать свой шкаф. Все летнее надо убрать. И уже поместить туда какие-то зимние вещи. Дома очень холодно, хотя на улице даже теплее. На улице теплее, чем дома. Такое можно встретить только в Баку. Водичка. Я в предпоследнем видео вам говорила про конкурс. Нам предложила компания провести у нас на странице с Фати конкурс для наших подписчиков. То есть наши подписчицы могут выиграть бокс с косметикой. Получается, мы там не зарабатываем ничего. Мы просто хотели порадовать своих подписчиков. Но получается, что наши зрители должны подписаться на 30 спонсоров. И только после этого они получают какой-то бокс. И там нет никакой люксовой косметики. Я подумала, зачем человеку подписываться на 30 спонсоров. Да ну нафиг этот конкурс, подумала я. Скинемся с Фати и купим косметики. Поэтому как-то так. Я просто в видео вам говорила, что со мной связались. Я вам все расскажу, что в моей жизни происходит. Вот мы не договорились с ними. Вы мне всегда пишите в комментариях, что хотим фан-встречу. Я подумала, почему бы нет. Но мне как-то не хочется, знаете, делать в парке. Как-то очень бедно. Хочется от души. Хорошо. Мой канал про еду. Я хочу всех покормить, пофотографироваться, вызвать профессионального фотографа. Потом будет видеограф, будет видео снимать. Потом это видео будет на моем канале. Кто захочет, может участвовать. Не знаю, какие-то свои комментарии по поводу моих видео. или просто посидеть там покушать. И это заснимет оператор, потом смонтирует. И вы можете увидеть себя на моем канале. В общем, обязательно будет фан-встреча. Кто в Баку, приходите. Я буду рада вас увидеть. Я просто подумала, что у меня с каждым днем становится все больше и больше подписчиков. Считайте, в день на мой канал подписывается 300-400 человек. Я представляю, где-то через полгода, через год. Я не смогу подарить вам свою любовь. Я не смогу с каждым из подписчиков нормально посидеть, поболтать, пофотографироваться, пообниматься. Неправильно. Потому что людей будет больше. А здесь ориентировочно 50 человек придет. Я думаю, что будет интересно. Я уже доедаю. Прям обалдеть, как вкусно. Когда это состоится, кстати? Все меня спрашивают, когда это состоится. Скорее всего, 24 ноября. Но может быть, на 2 дня раньше или на 2 дня позже. Об этом я вам скажу в своем инстастори с инстаграмом. Поэтому обязательно подписывайтесь. И еще напишите, пожалуйста, в комментариях, кто 100% придет, кто 100% сможет. Нужно просто знать точное количество человек. Почему нам это нужно знать? Там уже будут подготовки. Будут призы. то есть я хочу основательно подойти к этому и хочу как-то... Хочу, чтобы вы остались в восторге от этого мероприятия. Там будет фуршетный стол. Вы можете покушать. Но еще и отдельно вы можете что-то приобрести себе, если хотите. Опять же, вы поймите меня тоже. Я не могу накормить прям всех. Но покушать там будет. Состоится это мероприятие в Бургер Стейшн. Инстаграм я тоже оставлю в инфобоксе. Можете перейти, ознакомиться вообще, где он расположен. Он находится недалеко от метро Азиасланов. Там очень вкусно готовят. Очень классный персонал. В общем, я уверена, что вам понравится. Недавно, когда мы разговаривали с одним из организаторов вот этих вот гивауэев, и там был парень, он мне сказал, что вы знаете, говорит, ваша аудитория это очень хорошая аудитория в том плане, что это сливки общества. И мне, знаете, так прям приятно стало. Я осталась немножко в недоумевании, почему он так сказал. Потом он объяснил. Он сказал, что мукбанки еще дошли не до всех. То есть не все люди понимают вообще, зачем нужно есть на камеру, какой в этом смысл и так далее. пиарщик сказал мне, что года через 3-4 мукбанк это будет обычный жанр. Как, например, бьюти-блог. Вот. И люди, которые сейчас меня смотрят, он мне объяснил, это люди продвинутые. Вот согласитесь со мной, вы иногда, например, может смотреть в мукбанке и заходит, например, мама или бабушка и не понимает, нафига смотреть, как кто-то кушает. Но мы-то с вами знаем, в чем прикол. Я тоже считаю, что это направление, которое только-только начало развиваться, ну, во всяком случае, на русскоязычном ютубе. как же это вкусно. Конечно, есть люди, которые заходят на мой канал и пишут, фу, что за хрень, сколько можно жрать и так далее. Как это неинтересно. Под каждым видео пишут, как это неинтересно, как это можно снимать, зачем это снимается, кто это смотрит. Пишет человек под каждым видео. Неинтересно? Да ради бога, пройди мимо. Я, честно, с удовольствием смотрю видео Марины. Мне нравится. Раньше я не могла этот ее целый час смотреть. А сейчас я смотрю, прям кайфую. А вот эти люди со своим мнением бесит просто. сейчас не в тему, просто вспомнила, потом забуду сказать вам. Помните, я вам говорила, я ходила к дерматологу. Я должна была вам сказать, чем закончилось это все лечение. Так вот, ничем. У меня как были болячки на лице, так и остались. Некоторые люди говорят, ой, как можно, фу, как можно так ходить, обратись к дерматологу и так далее. Человек обратился. Перед вами живой пример. Я обратилась, и что? Я потеряла деньги, свое время. То есть, знаете, у меня каких-то глобальных проблем нет. Я понимаю, когда вы пишете, что у тебя же нету ничего на лице, все у тебя замечательно с кожей. На самом деле, у меня глобальных проблем нет. Но у меня бывает вот здесь одно высыпание, здесь вот. Бывают, как, 4-5 высыпаний на лице. Это меня жутко раздражает. Я подумала, что если люди лечат вообще сыпь, которая по всему лицу, вылечить такое состояние кожи будет намного проще. Я пропила таблетки. Я купила все, что она сказала. Причем, я пошла в больницу не просто к какому-то косметологу. Я пошла в больницу, которая называется кож-вен-диспансер. То есть, эта больница только лечащая вот таких вот больных, как я. Одно дело, ты идешь в какой-то салон красоты, и там есть маленький такой кабинет, вроде туалета. Ты туда стучишься, и тут косметолог. А другое дело, огромная больница. Врач со стажем 40 лет. Я все пропила, все купила. Честно, я очень ответственный человек. И обычно, когда врачи мне что-то прописывают, я либо не пью, либо не допиваю, что-то у меня остается. А в этом случае я прям очень ответственно подошла, потому что я искренне хотела получить результат. Она мне прописала очень много всего. Это были таблетки, мазь, болтушка, мыло. В общем, столько всего. Две мази, даже две мази. Днем делать болтушку. И только мыло стоило 6 монат. То есть, я нормально потратилась. Даже 7 монат мыло стоило. Я уже молчу про другие лекарства. и никакого результата. Я не могу сказать, кожа стала хуже, но и лучше она не стала. Я на самом деле думала, что я это не съем. Потому что хлеб достаточно большой был. Еще плюс заполнила тут я всем. Один раз я сейчас что вспомнила. Я пришла в Макдональдс, как всегда, покушать. Очень люблю Макдональдс. Кстати, привет тебе, Макдональдс, но сейчас не об этом. Мы покушали, мы как раз шели были, покушали, потом зашли в ВС, так скажем, культурно. И там девушка ждала кого-то. Я вот так вот посмотрела на себя в зеркале. И она так повернулась ко мне и говорит, хотите я вам совет дам? Говорит, вот у вас прыщи на лице, как избавиться от этих прыщей? Проблема была в том, что это как раз таки был период лечения. И там была специальная одна мазь, после использования которой немножечко высыпания становились темнее. Сейчас вообще не к столу, но то ладно. Мне так обидно стало, когда он мне это сказал. Я всегда думала, что... Мне просто все всегда вокруг говорили, что эти проблемы на лице, они видны только тебе. Моя мама всегда говорила, все нормально у тебя, ты утрируешь и так далее. Но когда человек абсолютно посторонний, у которого я не спрашивала совета. говорит мне, а давайте я вам помогу. Я вижу, у вас проблема. И она что мне посоветовала? Она посоветовала купить умывалку от Гарнир. Вот она точно поможет тебе. Как это вкусно! Слушайте, я научилась готовить фастфуд. Надо в инстаграме открыть страничку и доставку делать. Причем сама буду доставлять. Доставка еди. Просто умяло. Просто как мельница. Водичка тоже закончилась. Осталось только картошка собственного приготовления. Этот соус вот такой вот. Когда я начинала снимать мукбанки, я не могла много есть. А сейчас я ем много и даже не наедаюсь. То есть мне кажется, у меня уже желудок растянулся. мне хочется прям много кушать. еще сверху будет десертик. Хотя у меня в холодильнике есть такой бублик из круассаны. что у меня еще есть? Я даже могу еще один мукбанк снять. Чего-то сладкого. Иногда бывает не вообще ничего не снимаю, а иногда бывает день вот подряд. У меня три видео. Вдохновение. Проснулось Вдохновение. Ну и все. И вы все. Конец. Я в свою очередь очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Мне честно очень приятно. Меня это очень сильно мотивирует. Может быть вы смотрите уже не первое мое видео и до сих пор не подписаны. Сделайте мне приятно. Подпишитесь. Я вас все очень люблю. Всем пока.